Здравствуйте! В эфире программа «Бомеранг». Мы продолжаем проект «Начты» в прошлом году и будем рассказывать о здравоохранении и о здоровье жителей Чувашской Республики. Ну, наверное, многие из вас уже знают, что в своем послании президент России предложил взяться всем миром буквально за борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Что мы будем делать в Чувашской Республике? Мы будем говорить сейчас с экспертами и с гостями студии, главным кардиологом Минздрава Чувашии Татьяной Мизуровой и главным кардиохирургом Министерства Владиславом Кашиным. 2015 год действительно объявлен Владимиром Владимировичем Путиным национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это связано прежде всего с тем, что в структуре общей смертности сердечно-сосудистые заболевания занимают львиную долю около 50%. В структуре инвалидности, всей общей инвалидности, заболевания сердца и сосудов занимают около 30%. И если мы посмотрим на свою обычную жизнь, то любой человек, идя в поликлинику, и любой врач, который работает в поликлинике, видит и знает, что больше половины пациентов, которые приходят в наши поликлиники для оказания помощи, медицинской помощи, это пациенты с заболеваниями сердца и сосудов. И проблема уже, хочешь не хочешь, перерастает в экономическую плоскость. Да, и проблема становится значимой и очень серьезной, в том числе с точки зрения демографии. Мы понимаем, что вопрос о демографии решается двумя показателями. Это смертность и рождаемость. И сейчас к возрасту деторождения подошли девушки и молодые люди, рожденные в 90-х годах. В абсолютном количестве их было немного, их было мало. В 90-е годы рождаемость была достаточно низка. Сегодня в стране планируется вот такое снижение рождаемости. Естественно, мы должны думать сегодня и говорить о том, чтобы сохранить жизнь нашему населению, населению Чувашской республики, и чтобы увеличить количество прожитых лет. На сегодняшний день в Чувашской республике есть тенденция на протяжении нескольких лет по снижению смертности в целом и снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. И в своем послании Михаил Васильевич Игнатьев, глава Чувашской республики, отметил, что впервые за три последних года у нас отмечается положительная тенденция в вопросах демографии. То есть рождаемость преобладает смертность. И это очень прекрасно, это очень хорошо. Кроме того, необходимо отметить, что показатели смертности в Чувашской республике на протяжении последних многих лет значительно ниже показателей смертности в Российской Федерации, в Приволжск, в Федеральном округе, в целом по России. Поэтому те показатели, которые мы сегодня имеем, они нас, в общем-то, успокаивают. Но мы должны понимать, что ситуация не очень проста. Вопросы экономической безопасности страны, вопросы сложности экономического положения, вопрос распространения факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний обращает на себя внимание. И поэтому нам нужно думать, чтобы работать в этом направлении в дальнейшем и снижать наши показатели смертности в первую очередь. Я бы хотел добавить еще, что погибает, к сожалению, работоспособная часть населения. Около 14,5% трудоспособного населения погибает от сердечно-сосудистых заболеваний в том числе. А это основной, может быть, сказать, процент смертности именно от сердечно-сосудистых заболеваний. Конечно, это мировая такая тенденция, что сердечно-сосудистые заболевания являются основным... Продуктом цивилизации, может быть, да? Да, продуктом цивилизации, конечно. Но с другой стороны, общеизвестен и такой факт, что все-таки примерно 80% смертности приходится на страны с малым или среднедушевым все-таки показателем на душу населения именно в экономическом аспекте. Ну и вот эта перестройка Советского, развал Советского Союза внесла такую страшную лепту в этот процесс, вероятно. Да, естественно. Период перестройки просто так тоже не прошел. Но сейчас, вот Российская Федерация поставила во главу угла именно как-то переломить ход... Ну и, наверное, высокие технологии, которые пришли, да, они пришли к нам в Запад, да, они же тоже сыграли свое... Прошедшая программа модернизации, кстати, она и продолжается в некоторых аспектах и сейчас, дала нам несколько аспектов развития. Это и строительство новых федеральных центров, в том числе построены шесть и готовится, по-моему, седьмой еще центр, федеральный центр серии сосудистой хирургии. По программе модернизации мы очень неплохо оснастились современным лечебно-диагностическим оборудованием. В настоящее время существует десять видов высокотехнологической медицинской помощи в плане сердечно-сосудистой хирургии. Так вот, восемь из них мы выполняем в нашей Чувашской республике. Два вида выполняются в других федеральных центрах, например, Российской Федерации. И это те, так сказать, разделы серии сосудистой хирургии, которые, в общем-то, не являются основными. Но самое главное, что вот эти восемь видов операций делают наши хирурги, и, значит, гражданам не нужно выезжать за территорию Чувашиш. Необходимо сказать, что, несмотря на проводимые мероприятия, все равно мы понимаем, что на сегодняшний день остается очень значительный фактор риска, на который человек может влиять только сам. И никакие мероприятия на территории республики, на территории всей страны, они не будут значимы и не дадут результат, если человек сам не будет об этом думать и влиять как-то на эти факторы риска. В 2013-2014 году проводилось исследование на территории Российской Федерации, которое называлось «Пульс жизни». В этом исследовании оценивались факторы риска, знания нашим населением этих факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, влияние на эти факторы риска, ну, в том числе, влияние с точки зрения производства, потому что человек львиную долю своей жизни, в общем-то, наверное, проводит на работе. И оценивался фактор знания руководителями различных учреждений, предприятий, заводов крупных, которые знают о тех... Собственно, думают ли они об ответственности персональной стоянии? Да. Знают ли они об этих факторах риска, как-то они их нивелировать на своем производстве, как-то стимулируют своих работников вести более здоровый образ жизни. Да и в первую очередь создают среду? Да, да. И создают среду на работе. И оказалось, что, к сожалению, многие наши, наши населения, к сожалению, наши населения плохо знают эти факторы риска. А даже если они знают, влиять на них активно не собирается. Достаточно значительный процент отвечает таким образом, что он не хочет бросить курить, он не хочет заниматься своим здоровым питанием, он не хочет заниматься какими-то физическими нагрузками. Да просто двигательная активность, например, ходить пешком, да? А руководители предприятия, зная, в общем-то, в основном тоже знают об этих факторах риска, но не всегда понимают и умеют как-то на них влиять именно в процессе производства. Известно, что по результатам этого исследования около 48% респондентов занимаются самолечением. И ни в коем случае не обращаются к именно специалистам по какому-либо профилю, а, в общем-то, может быть, вообще просто к врачу общей практики по какой-то своей проблеме. Свойство, наверное, вообще русского человека – сам себе диагноз, сам себе таблетку, ну и, наверное, сам себя похоронил уже. Фактически на сегодняшний день 30% всего населения Российской Федерации, Чувашеской Республики в том числе, то есть практически каждый третий человек имеет повышенный уровень давления. А артериальная гипертония – это самостоятельное заболевание и в то же время является фактором риска развития таких серьезных осложнений, как ишемическая болезнь сердца. И в то же время в этом исследовании в пульсе жизни было определено, что почти каждый 13-й человек Российской Федерации имеет то или иное заболевание сердечно-сосудистой системы. Но 40% ни разу не померило давление, более 50% ни разу, имея жалобы, не обратились к медицинским работникам. И где-то, вот как сказал Владислав Юрьевич, более 48%, а это почти половина населения, занимается самолечением. Если вернуться на родную почву, какая у нас ситуация с заболеваниями в области сердечно-сосудистой? Сравнимо с российским показателем, и даже выше. И это очень хорошо, потому что, как мы уже поняли из нашей беседы, понятно, что заболевания сердечно-сосудистой системы тем и плохи, что они выявляются несвоевременно. А вот проводимая диспансеризация, в этом году уже третий год проводится диспансеризация населения, Российской Федерации и Чувашеской Республики в том числе, привела к тому, что у нас уже второй год отмечается стойкий рост выявления заболеваний сердца и сосудов. И это очень хорошо, это позволит своевременно начать лечение. Что принципиально вот в этой нозологии, да? Да, очень важно именно своевременно начать лечение, потому что, например, артериальная гипертония, если своевременно достигать целевого артериального давления, это приведет к тому, что осложнения, такие как инфаркт, инсульт, у человека не разовьются в ближайшие 10-15-20 лет. Ну, фактически, чего Чувашское здравоохранение делало вот так системно для того, чтобы снизить показатели смертности и заболеваний до указа Путина? Ну, в Чувашской Республике, как было сказано, уже реализовывалась программа модернизации, начиная с 2011 года. Она очень много дала в Республику, пришло около 4 миллиардов рублей. Более 160 миллионов только наше лечебное учреждение потратил на приобретение очень серьезно дорогостоящего оборудования. То есть вот у нас что? Появились так, чтобы телезрителям, радиослушателям было понятно, да, это просто новые операционные? Появились не только новые операционные. Новое оборудование закупалось и в лечебные учреждения, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. То есть закупалось ЭКГ, АД-мониторы, закупались ультразвуковое оборудование, закупались необходимые нейрохирургические инструменты. То есть диагностические, да? Диагностические службы оснащались современным необходимым оборудованием, чтобы своевременно лабораторная диагностика, великолепное оборудование было закуплено, лабораторную диагностику, для того, чтобы своевременно выявлять заболевания сердца, сосудов и их осложнения. Наша задача, все медицинские общественности, Чуваши в том числе, прежде всего, чтобы наши пациенты не дошли до высокотехнологичной медицинской помощи, чтобы всю помощь необходимо можно было оказать на первичном этапе, и чтобы осложнения у пациента не развивались. Когда нужна высокая технология? Когда уже есть осложнения? Но все-таки по части спасения людей от смерти высокая технология имеет существенное значение, и никто, как вы, очень хорошо с этими вообще вещами знакомы. В настоящий момент развитие кардиохирургии достигло таких степеней, что она позволяет не только спасти жизнь больному, она позволяет и существенно улучшить и качество его жизни, и существенно продлить жизнь. Ведь уже теперь это самое шунтирование, все съельцы, наверное, когда-то запомнили, да, делается не только президентом, и не только министром. Конечно. Обыкновенному человеку в Чувашии сегодня это делают легко. Абсолютно рядовой операцией. Такими оперативными вмешательствами владеют практически все кардиохирурги нашего центра. Именно вот отделение, которое занимается врожденными приобретительными пороками сердца, они все оперирующие хирурги, даже самые молодые. Второй вопрос. С момента развития здравоохранения по линии модернизации здравоохранения в Чувашскую республику, я имею в виду, у нас появились некоторые виды оперативных вмешательств, которых до этого вообще не осуществлялись. Или осуществлялись так, на разовой основе, единично. Так в 2010 году мы сделали первой операцией так называемой радиочастотной облации аритмогенных зон миокарда. Говоря по-простому, проводились воздействия на те участки сердца, которые вызывали так называемую тахикардию, аритмию сердца. В настоящий момент все эти операции поставлены на поток. Они выполняются около 100 операций в год. И с учетом того, что еще некоторое количество больных мы отправляем в федеральные центры, мы практически удовлетворяем потребности. Я хотел бы заметить, что сахарный диабет – это то заболевание, которое приводит не только к потере конечностей. Ну, например, одна треть имплантации кардиостимуляторов, которые происходят у нас. Вот я хотела об этом отдельно сказать. И именно сахарного диабета. Потому что на фоне сахарного диабета более жестко и более так активно развивается атеросклеротическое поражение сосудов. Кроме того, поражается и так называемая проводящая система сердца. Мы вынуждены ставить и кардиостимуляторы, и заниматься другими видами аритмами. Например, фибрилляция предсердий – это тоже следствие атеросклероза и сахарного диабета. Конечно, в этом плане тоже. То есть, с одной стороны, нас должно, телезрители, радиослушатели, радовать тот факт, что вот эти европейские или американские, там, израильские технологии, на которые люди собирали деньги, большие ездили, делали операции, сегодня пришли к нам. А с другой стороны, вас, как врачей, настораживает тот факт, что очень много этих операций стали делать. Это такой негативный фактор, что общество за собою не следит. Значит, прав глава государства, когда сказал, что граждане методом медицины одной мы не справимся. А какие мифы существуют у нас в этой сфере? Мы должны что-то опровергнуть? Да, мифы существуют. Их, в общем-то, несколько. Ну, основные, первые. Оперативное вмешательство стоит очень дорого. Хочу сказать, что это совершенно несостоятельный миф о платности здравоохранения. Мы оперируем у нас в центре и отправляем в федеральные центры совершенно бесплатно. И даже дорога туда и обратно впоследствии оплачивается. Второй миф. Страх смерти, конечно, присущ любому нормальному, человеку, который понимает, что оперативное вмешательство – это сложный, сложный, так сказать, период жизни, который нужно пройти. Так вот, оперативное вмешательство сейчас достаточно безопасно, если оно выполняется вовремя. Наряду с программой модернизации в Чувашеской Республике реализовывался такой проект, реализовывалась такая программа, как организация сосудистых центров. На сегодняшний день в Чувашеской Республике работают семь первичных сосудистых отделений, задачи которых – это лечение больных с острым инфарктом миокарда и с острым нарушением мозгового кровообращения или инсультом. И на базе республиканской больницы организован региональный сосудистый центр. Что дала эта программа? Программа дала спасение жизни, наверное, около 8 тысяч, если не больше, спасено жизни благодаря реализации. Вообще-то ведь серьезная цифра – 8 тысяч человек остались живы. А это больные с инфарктом, самая тяжелая патология, и это больные с инсультом. И что дала еще эта программа? Программа позволила сконцентрировать всех этих больных. Почему столько жизней спасено? Потому что именно в этих центрах, в сосудистых, а сегодня они созданы не только в городе, это на селе АлатРСК, АлатРСК, центральная норовая больница, кардиологическое отделение работает по острому инфаркту миокарда. Это город Шумерля, город Канаш, это Новочебоксарск. В эти сосудистые центры, в эти сосудистые отделения свозятся все больные с острым инфарктом миокарда для того, чтобы они были сконцентрированы вот в этих кардиологических отделениях, где есть кадры, где есть оборудование, где есть необходимая медицинская помощь. При необходимости по медицинским показаниям эти больные переводятся в региональный сосудистый центр. И там им оказывается, проводятся операции по стентированию коронарных артерий при остром инфаркте миокарда. И именно эти механизмы позволили спасти вот такое количество жизней. Вот эта система функционировала Чувашеской Республике с 2008 года и дала свой такой серьезный, хороший результат. Медики стараются, и при этом мы еще раз хотим подчеркнуть, да, роль самого человека, она в большей степени первична. Вот сейчас у нас есть телевизионный сюжет. Как часто измеряете вы артериальное давление? Артериальное давление стараюсь замерять чаще, конечно, но, в общем-то, я знаю, что оно мне где-то 140, мое такое рабочее давление, и поэтому я как-то особенно не возникаю, не переживаю. У меня давление нормальное, не меряю я. Нет? Нет. Да, измеряю. Пока нет, еще нет. Да. К врачу хожу иногда. Мы работаем в аптеке, мы больше измеряем приходящим в аптеку. Мое здоровье, как бы, не беспокоит так сердце, поэтому только иногда. Ни разу не измерял. Пока нет еще. Ну, лично я, например, и давление не мерила, и в больнице не лежала. Вот так, мне 80 лет, вот так хожу. И лекарства не принимаю. Уровень сахара в крови проверяется и в холестерин? Ой. Вот с этим похуже, конечно. Сахар чуть повышенный. Вот сколько точно сейчас не помню. Нет. Я считаю себя здоровым, поэтому не беспокоюсь о своем здоровье. Ну, не очень. Нет. Проверяю, но не часа. Нормально у меня сахар? Тоже нет. Я постоянно занимаюсь спортом, поэтому у меня никаких проблем со здоровьем не бывает. К сожалению, надо сказать, что артериальная гипертония – это такое состояние, которое не всегда вызывает какую-то симптоматику. Не всегда у человека болит сердце, не всегда болит головная голова. Поэтому половина всех пациентов, страдающих артериальной гипертонией, не знает о том, что у них давление повышено. Из тех, кто знает, половина не лечится. Из тех, кто лечится, половина лечится неэффективно, неправильно. По совету соседок, по совету знакомых, какими-то травами. Конечно, травы – это хорошо, но необходимо обязательно наблюдение врача. И обязательно важен при лечении гипертонии регулярно прием медикаментозных препаратов. У лиц, страдающих повышенным артериальным давлением, для любого пациента, в том числе и сердечно-сосудистой патологии, к сожалению, невысока приверженность к лечению. Что такое приверженность? Это следование пациентам совету врача. То есть совет врача бросит курить, совет врача контролирует артериальное давление, совет врача каждый день принимать лекарственные препараты по снижению артериального давления. К сожалению, у наших пациентов приверженность невысока. Но в этом нам помогают школы. Школы здоровья, школы артериальной гипертонии, куда наши пациенты приходят, их обучают. Или должны прийти, обращая мы этой нашей программой, внимание телезрителей и радиослушателей. В каждом лечебном учреждении, в том числе и в нашем лечебном учреждении, в кардиологическом диспансере, есть школы здоровья, которые проходят регулярно, по графику, куда может прийти любой человек. Но, естественно, пациент, страдающий артериальной гипертонией, другими какими-то сцами, должен обязательно посетить эту школу, прослушать курс занятий, для того, чтобы понимать свое состояние и уметь владеть, влиять на свое заболевание теми или иными методами. И, кроме того, мне хотелось бы сказать, в рамках проведения диспансеризации было выявлено более 6 тысяч пациентов, страдающими заболеваниями сердца и факторами риска, которые рано или поздно приведут к развитию серьезного заболевания. Общеизвестен факт, что будущая медицина, это медицина, конечно, профилактическая. И, несмотря на все старания медицинских работников, только на 10%, я еще раз напоминаю, избитую истину, мы можем как-то воздействовать на состояние здоровья нашего населения. 90% зависит, конечно, только от самого человека. Среда, в которой он живет, да? И главным образом его поведение. И, кстати сказать, как он будет воздействовать на эту среду, как он ее будет подстраивать именно под здоровый образ жизни, зависит тоже очень много. В Чувашской республике, значит, существует в каждом районе существуют физкультурно-здоровительные комплексы. Один раз в месяц эти комплексы принимает любого гражданина, который придет бесплатно. Очень большое внимание в этом плане предусмотрено вопросом выявления пациентов с заболеваниями сердца и сосудов. Вот в этом нам большую помощь оказывает диспансеризация населения, которая проводится в Чувашской республике, третий год. Если пациент имеет какие-то факторы риска, то он уже попадает под внимание врача, и в ближайшие два года, в те годы, когда он не проходит диспансеризацию, то здесь он остается все равно под наблюдением врача. Но если у человека появились какие-то проблемы с заболеваниями какими-то, появилась боль в груди, появилась друг головные боли, которые он не может связать с чем-либо, может быть, у него нет возможности смерить артериальное давление, он всегда должен, прежде всего, обратиться в свою медицинскую учреждение. Мы снова возвращаемся к тем 48% не ставьте себе диагнозами и не занимайтесь самолечением. При появлении каких-то неприятных ощущений в грудной клетке всегда обратиться, если есть возможность, к своему участковому терапевту, к своему врачу общей практики, если более интенсивные, активные, конечно, это вызов скорой помощи. На сегодняшний день вызов скорой, 20-минутный доезд машины скорой помощи осуществляется в 94% всех выездов. Поэтому возможно, что скорая помощь приедет вовремя, высока у каждого человека. И не надо ждать по 2-3 дня, что болит, почему болит. Не надо этим заниматься, необходимо сразу вызвать скорую. Потому что, к сожалению, надо сказать, есть такой показатель 90 минут. В первые 90 минут погибает половина пациентов, имеющих острый инфаркт миокарда. А это самое грозное осложнение всей сердечно-сосудистой заболеваемой. Население начинает понимать, что нужно использовать все возможности для укрепления своего здоровья, для профилактики развития многих и многих сердечно-сосудистых заболеваний. Но если врачи пошли на прогулку... То, наверное, должны поддержать их и все остальные люди, жители. И не столько больные бабушки, наверное, да? Ну, это, конечно, это удел более таких социально активных людей. Это люди, конечно, транспособного возраста. Это молодые люди. Путин спасти как раз, да, молодежь. Для которых и надо, в общем-то, готовить к будущему. Известно, что нация стареет. Наша нация стареет, и, так сказать, вся нация мировая. Старость – это не приговор. Старость – это необязательно, так сказать, состояние с кучей каких-то заболеваний. Старость может быть достаточно активной. Так вот, чтобы подойти к этой старости активным, здоровым человеком, нужно, естественно, начинать с себя и нужно начинать как раз с молодых лет. С 30 лет, может быть, даже это уже и поздно. Желательно этим начинать заниматься с детства. Сегодня мы должны, и мы выходим с различными лекциями, с школами, с какими-то другими мероприятиями в школы, для того, чтобы наши дети сегодня знали, что такое здоровый образ жизни. И это необходимо поддерживать, очень важно, в семье. Когда в семье мама или папа курят, когда в семье мама или папа ведут нездоровый, мягко говоря, образ жизни, когда имеют избыточную массу тела, когда пища готовится не так, ребенок формирует привычки питания с детства. И он, вырастая взрослым человеком, будет питаться, будет двигаться, будет курить точно так же, как и его родители. И сегодня очень важно именно воспитание того нового поколения, которое будет в будущем уделять огромное внимание вопросам профилактики, в том числе и сердечно-сосудистой заболеваний. И тогда это поколение будет и должно жить дольше. Ну что ж, уважаемые телезрители, как никогда название нашей программы «Бумеренг» соотносится с фразой «Спасение утопающих, дело рук самих утопающих». Никакой президент страны не может заставить меня правильно есть, спать и двигаться. Я это осознанно понимаю, да? А это значит, что если я хочу жить долго и качественно, то я должна брать сама себя в руки, не дожидаясь ни врачей, ни президента страны. Желаю всем доброго здоровья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова